Так почему все-таки кто угодно лучше единороссия? Большое спасибо за все ваши комментарии и вопросы к моему предыдущему видео про умное голосование. Я вижу, что многим мои аргументы показались убедительными, но все же пока еще не все увидели большую картинку и осознали, что любая политическая конкуренция лучше, чем ее отсутствие, чем политическое болото. Все равно, несмотря ни на что, вижу вопросы, даже наезды, ну вот в таком духе. Нет, ну а как можно было на таких-то выборах поддерживать такого-то, ведь он чуть ли там не фашист? Или, а если в таком-то округе будет единороссия Петров и сталинист Сидоров и больше никого, ну как у вас рука поднимется поддерживать сталиниста? И так далее, и так далее, и так далее. Что ж, поскольку кроме борьбы за освобождение Алексея Навального нет политической темы важнее, чем умное голосование, не жалко никакого времени, чтобы еще раз и еще раз ответить на вопросы и сомнения. Я хочу поделиться еще одним важным соображением на эту тему, может быть оно вам поможет понять нашу логику. В российском парламенте 450 мест, поэтому наивно и неправильно предполагать, что взгляды или позиции одного конкретного депутата оказывают или могут оказывать значимое влияние на политический курс, которым идет Россия. Важно другое, важно как ведет себя и что делает основная масса членов парламента, парламентское большинство, ну то есть единая Россия. И поэтому давайте посмотрим на дела и будем судить по делам. Логика это простая, политическая сила, которая поддерживает и продвигает, скажем, гомофобию является гомофобной, а та, которая работает в соответствии с принципами и установками фашизма является фашистской. А какое главное действие, которое характеризует взгляды и принципы депутатов? Это работа с законопроектами, их создание, обсуждение и, конечно, голосование. А мы легко можем проследить за тем, как они голосуют, какие законопроекты создают и поддерживают. В 2013 году прошло голосование за тот самый одиозный законопроект, который ужесточил наказание за пропаганду ЛГБТ. Легко проверить, что фракция Единая Россия в полном составе проголосовала за этот, несомненно, гомофобский средневековый закон. Или вот, например, фашизм. Давайте возьмем просто, есть классический список 14 признаков фашизма, сформулированный итальянским писателем Умберто Эко. Возьмем и сравним с законопроектами, за которые голосует Единая Россия. Сравним с взглядами, которые она продвигает. И сразу станет ясно, кто тут фашист. Давайте прямо по списку пойдем. Неприятие модернизма, например, законы против интернета. Неприятие критики, ну скажем, законы о защите данных силовиков и госслужащих, законы о фейках. Постоянное ужесточение закона об иностранных агентах. Это, конечно, признак одержимости идеями заговора. Культ войны, да, тоже есть. Он поддерживается ритуальными плясками вокруг годовщин победы в Великой Отечественной войне, к которым теперь также прилагается пачка законов с уголовными сроками за оскорбление того и осквернение сего. Традиционализм и культ мужественности. Конечно, ну вот поддерживается как, например, гомофобным законом о пропаганде ЛГБД, так, например, и отказом принимать закон о домашнем насилии. Элитизм и популизм. Они обеспечены, ну, например, законом о продлении сроков службы государственной, обнулением Путина, законами о преференциях силовикам и их семьям. Ну, и просто достаточно посмотреть на то, какие должности занимают дети друзей Путина, его ближайшего круга. С фашизмом разобрались, что по поводу сталинизма. Основными его чертами можно назвать жесточайшую цензуру, репрессии, политический террор, отсутствие свободы экономики и предпринимательства, культ личности, диктатуру. Все это нам, увы, хорошо знакомо. И это отражено в законопроектах, которые выдвигали и за которые голосовали депутаты от «Единой России». Голосовали дружно и без проблем, по указке сверху, как при Сталине. Цензура – вот вам пакет яровой и закон о суверенном интернете. Репрессии – сотни политзаключенных, которые сидят в тюрьме по законам, которые позволяют людей сажать за участие в мирных митингах. Политический террор – конечно, закон об иностранных агентах, поправки в избирательное законодательство. Культ личности и диктатура – обнуление сроков Путина, неприкосновенность бывших президентов, одобрение всех путинских решений парламентом. Здесь где-то надо остановиться. За последние годы Госдума приняла невероятное количество подлых, негодяйских законов, которые вполне подходят под категории фашизма, сталинизма, гомофобии и много чего другого. Их так много, что перечислить их все попросту нереально. Все эти законы приняты благодаря «Единой России», партии большинства в Госдуме. За каждой из них единороссы голосовали единогласно или почти единогласно. Так что давайте просто констатируем очевидный факт. Если судить по делам, а не по заявлениям и пунктам программы, то «Единая Россия» – это партия тоталитарной диктатуры, сталинизма, фашизма, гомофобии и всего остального. Ну и понятно, почему это происходит. Все эти фашисты, жулики, воры, которые мечтают сидеть в Госдуме, конечно, первым делом оперативно пополняют ряды партии Путина. Окей, места там хватает не всем, но самым резким и отъявленным точно. Именно карьерная лестница через «Единую Россию» – это самый простой путь к депутатскому мандатам. И поэтому он и привлекает мерзавцев всех мастей. Ну и, конечно, даже если речь не совсем о мерзавцах, надо помнить, каких бы новых депутатов от «Единой России» не набрали бы, они все равно всего лишь послушные, кнопкодавы, которые следуют во всем воле Путина. Я уже приводил в прошлом видео пример моего земляка, биатлониста Антона Шипулина. Молодой спортсмен, проводивший кучу времени за границей, никак не связанный с коррупционными делами. Приятный парень. Вот его недавно избрали на довыборах. Может, он будет голосовать по совести, адекватно? Может, он скажет «нет» всем этим безумным репрессивным законам и поправкам? Куда уж там? Поправки в законно бы на агентах голосовал «за», привилегии детям силовиков при поступлении в ВУЗы голосовал «за», дополнительная защита данных силовиков голосовал «за». Ну и так далее, и так далее. Абсолютно типичный депутат «Единоросс». Все мракобесие и все репрессии, продвигаемые российской властью в виде все новых законов и запретов, проходят при полном одобрении «Единой России». В этом ее роль, в этом смысл ее существования. И это происходит не потому, что каждый конкретный «Единоросс» плохой. Ну вот типа не повезло нам просто, сейчас выберем хороших «Единороссов» и заживем. Ну, конечно, нет. В этой игре победить нельзя, ее нужно ломать. И наша задача номер один, поэтому, лишить Путина его послушного большинства в Госдуме. Умное голосование и массовое наблюдение. Это два элемента нашей стратегии на приближающихся выборах, которые обеспечат нам победу над Путиным и «Единой Россией». Оставайтесь оптимистами, подписывайтесь на мой канал и задавайте новые вопросы. Я отвечу на них в следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует...